Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 300 миллионов рублей из бюджетов разных уровней заложили на благоустройство общественных пространств и дворов Самары в этом году. Актуальные задачи и сроки обсудили на еженедельном совещании в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкиной. Напомню, что по результатам рейтингового голосования Федерального проекта формирования комфортной городской среды в этом сезоне обновляют 4 пространства. Подробности расскажет Михаил Ермоленко. В прошлом году во время всероссийского голосования за благоустройство общественных пространств самарцы сделали выбор в пользу четырех территорий по программе формирования комфортной городской среды. Уже в этом году комплексно обустроят вторую очередь Ерек-парка, парков Молодежные и Воронежские озера, полностью обновят сквер Самарец в Советском районе. Каждое пространство будет по-своему уникальным. Где-то восстановят искусственный водоем, установят новый фонтан, обновят покрытие, высадят дополнительные растения и деревья. Глава города Елена Лапушкина поручила подготовить все территории до начала учебного года. 1 сентября все территории должны быть готовы. И наши, и, соответственно, внутригородские районы, дворы должны быть готовы. Одни из самых масштабных изменений ждут жителей в сквере Самарец. Благоустраивают территорию в стиле конца 40-х годов прошлого века. Здесь появятся новый фонтан, пешеходные дорожки, обновленные архитектурные формы, освещение, а также газоны с автополивом. Сейчас работы на стадии завершения. Выполнено порядка 90% задач. Благоустраивают пространство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Выполнены полностью вырубка и санитарная обрезка деревьев, разборка покрытий, устройство посевного газона, автополив, ремонт инженерных коммуникаций. Ведутся работы по установке борта 70%, установке плиточного покрытия 95% и освещению 80%, фонтан 90%. Обновляют не только общественные пространства города, но и дворы. Всего в этом году благоустраивают больше 50 территорий по всей Самаре. Появляются детские площадки, укладывают новый асфальт на внутридворовых проездах. Многие объекты уже готовы. В их числе двор по улице Ленинская 200, Новосадовая 22, физкультурная 98 и другие. Здесь не только установили новые спортивные объекты, но и провели дополнительное озеленение. Благоустройство городов в приоритете у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Это имидж региона в целом. Повысить привлекательность Самарской области, сделать города комфортными и удобными для местного населения, а также для туристов. Такую задачу ставит перед органами власти глава региона. Достигать целей помогают в том числе национальные проекты, инициированные президентом Владимиром Путиным. Михаил Ермольенко, Николай Пифанов. События. В Самаре более 2000 детей стали участниками 11 профильных смен в шести детских оздоровительно-образовательных центрах с круглосуточным пребыванием. В июне в школах и учреждениях дополнительного образования города работали 189 лагерей. В них отдохнули более 15 тысяч детей. Лагеря предусматривали пребывание детей с полным и сокращенным режимом дня. Пройти тест на правила дорожного движения. Такую задачу поставили сотрудники госавтоинспекции перед ребятами одного из детских оздоровительных лагерей. Также в игровой форме им предложили вспомнить правила безопасного поведения на дорогах, в том числе при катании на самокатах и велосипедах. Подробнее расскажет Елена Чернявская. Внутри этого красочного автомобиля – велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы, макеты, элементы улично-дорожной сети. Все это оборудование привезли в детский лагерь для того, чтобы юные пешеходы научились правильно вести себя на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным. Переоценить профилактику детского дорожного транспортного травматизма крайне сложно. По сей день это остается забота и педагогов, доп. образования в том числе. Мы позволяем окунуться в небольшой взрослый мир, почувствовать себя участником дорожного движения не только пешеходам и пассажирам, но и побывать в роли водителей. Отдыхающие в лагере «Арго» смогли покататься на велосипедах и узнать правила безопасного управления ими. Ребятам предложили показать виртуозность вождения. Почти все справились на отлично. Также сотрудники ГИБДД провели учебные занятия по безопасности дорожного движения для пешеходов. Мне здесь очень сильно понравилось. К нам приезжала лаборатория ПДД. Я ходил по многим станциям, развлекался. Нам везде объясняли, что нужно быть аккуратным на дороге. Я катался на велике и соблюдал правила дорожного движения. Ребята вспомнили правила перехода через проезжую часть, узнали, почему на дороге необходимо быть заметным. Педагоги и сотрудники госавтоинспекции рассказали ребятам, что такое световозвращатели, научили их делать и объяснили, зачем они нужны, почему нельзя перебегать дорогу в неположенных местах и чем грозит несоблюдение правил. На настоящий момент у нас на территории города зафиксировано рост практически на 50%. По неосторожности самих детей у нас произошло 14 дорожно-транспортных происшествий. Но в настоящее время в связи с проведением профилактических бесед за последнюю неделю дорожно-транспортных происшествий с детьми не зарегистрировано. Всего за пару часов дети успели побывать в роли автомобилистов, велосипедистов, пешеходов, вооружились новыми знаниями и пообещали быть примерными участниками дорожного движения. Это нужно детям. Сейчас очень насыщенное движение в городе, поэтому они должны знать, как себя вести на дорогах и на тротуарах тоже. Сегодня ребята сами повторили правила безопасности дорожного движения. Дети и педагоги, сотрудники госавтоинспекции заинтересованы в занятиях, ведь подвижные тематические игры и командные задачи по ПДД находят отклик у ребят. При помощи таких игр запомнить правила дорожного движения детям намного легче. В подарок от лаборатории безопасности детям вручили сувениры. Елена Чернявская, Петр Пламиев, События. В этом году для 14 тысяч детей Самары 1 сентября прозвучит первый звонок. Подготовиться к школе – это не только собрать портфель и отгладить форму. О том, какие советы дают психологи и на что следует обратить внимание родителям на этапе подготовка ребенка к первому классу, расскажет Галина Топилина. Подготовка к школе во многих семьях начинается задолго до часа икс. Выбор учебного заведения, сбор документов, штурм магазинов и школьных ярмарок. Но прежде всего психологи советуют оценить, насколько ребенок готов к школе. По их мнению, способность следовать за новым и выстраивать отношения в коллективе у ребенка развивается к 7 годам. К этому времени, как правило, формируется и интеллектуальная готовность к обучению. Торопиться некуда. Это правда. Желание родителей отдать пораньше. Но зачем? Для чего? Не стоит торопить. Потому что такие дети часто не самые маленькие в классе, часто им небезопасно рядом со сверстником. Ведь разница между 5 и 6 годами, она еще велика. Между 6 и 7 годами тоже достаточно велика. И быть самым маленьким в классе, ну, не для каждого ребенка это удовольствие. Амир Туников без пяти минут первоклассник. В сентябре ему исполнится 7. Весь предыдущий год Амир ходил на подготовительные курсы, знакомился со школой, учителями и уже успел многому научиться. Я научился красиво писать. Научился писать печатными и прописными буквами. Научился читать. Я очень хочу читать истории всякие. Мама Амира признается, решение идти в школу в этом году было непростым. По возрасту Амир мог пойти в первый класс и в следующем учебном году. Мы долго думали и сомневались. И, соответственно, решили, что подготовка к школе расставит все на свои места. Успех появлялся все больше и больше. И ребенок проявлял себя уже по-взрослому, решал небольшие какие-то внештатные ситуации самостоятельно. Сам собирал рюкзак, сам шел в школу. И уже по тестированиям и по беседам с психологом стало понятно, что действительно ребенок прошел большой путь. Он адаптировался. Такая некая годовая трансформация была. Задача родителя по отношению к школе – сформировать ее положительный образ, познакомить ребенка с учебным заведением и концепцией обучения. Подготовительные занятия в детском саду или при школе два раза в неделю по часу с этими задачами справляются. Если ребенок идет в школу абсолютно готовый, умея все, ему просто будет в первом классе неинтересно. И навык учиться у него потеряется. Он придет в первый класс и вместе со всеми будет палочки выводить, зашлиховывать, буковки. И ребенок, который бегло пишет, ему будет просто неинтересно, нечего делать в этом первом классе. Поэтому дайте ему уже доиграть в свои 5-6 лет. Сохраните детство и пусть в школу идет с готовностью учиться, с интересом к тому, что там будет. Психологи обращают внимание на важность фигуры педагога. Насколько это будет отзывчивый и грамотный человек, зависит успешность адаптации первоклассника в новом коллективе и в новых для него условиях. Задача родителя – найти для своего ребенка того самого первого учителя, который будет вести за собой и сможет заинтересовать учебой. В период подготовки к школе специалисты советуют также не забывать и о здоровье будущего первоклассника, укрепить иммунитет и пройти все необходимые обследования. Галина Топилина, Константин Головин, Петр Паломеев. События. Центробанк думает над новыми ограничениями для заемщиков, которые тратят на выплаты по кредитам больше половины своего дохода. Регулятор считает такие займы рискованными. В июне российские банки выдали свыше 4,5 миллионов кредитов на сумму почти полтора триллиона рублей. Это рекорд для рынка. Центробанк уже реагировал на кредитный бум введением лимитов. В частности, с 1 января клиентам с показателем долговой нагрузки выше 80% должно приходиться не более 25% объема выдаваемых необеспеченных кредитов. И сейчас Центробанк думает снизить лимит до 50%. Помочь, подсказать и научить самому важному. В Самарской областной клинической больнице имени Середавина вот уже который год успешно действует институт наставничества. Молодых специалистов под свое крыло берут опытные сотрудники, которые помогают постичь азы профессии и повысить квалификацию. Как проходят занятия в Самарском перинатальном центре увидела наша съемочная группа. После своих дежурств молодые акушерки Самарского перинатального центра приходят на практические занятия, чтобы принять роды у манекена Маруси. Освежают в памяти основы профессии, которые могут стать рутиной, а также изучают новые возможности. Так как медицина это непрекращающееся образование, то к повышению квалификации и обучению привлекают не только начинающих врачей, но и опытных специалистов. Анастасия Шагина в прошлом году стала лучшим акушером Самарской области, но продолжает ходить на семинары и конференции. А сейчас присоединилась к программе наставничества. Говорит, что больше всего учит молодых не медицинской части, а общению с пациентами. Человек должен быть добродушным. То есть без этого нашей профессии никуда. Это самое главное. Постепенно обучаем, как общаться с пациентами. Потому что беременные женщины, люди, они как бы своеобразные. К ним нужно внимание, чуткость проявлять. Каждого нового сотрудника в отделениях Самарского перинатального центра под свое крыло берут опытные специалисты. Они помогают адаптироваться к работе, подсказывают в сложных ситуациях, рассказывают о секретах успеха в профессии. Все это приносит результаты. Молодые кадры больницы Середавина регулярно побеждают на различных конкурсах профмастерства и, что более ценно, успешно заботятся о своих пациентах. В родовом отделении это свои занятия. После родовом это свои занятия. В приемном покое это специфичное данное отделение. В каждом отделении есть свой наставник. Как только приходит молодой специалист, сразу же мы назначаем наставника. И он непосредственно с ней занимается в течение трех месяцев. Вся эта работа в областной больнице Середавина успешно ведется не первый год. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не раз подчеркивал, что важную роль в обеспечении благополучия региона играет подготовка кадров на предприятиях. И что важно развивать наставничество на производстве. Ведь приемы и методы наставничества помогают учреждениям вырастить достойную смену. А в больницах обеспечить высокий процент излечения больных. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Современный мир предлагает человеку разные способы борьбы со стрессом. Один из самых экзотических – гвоздестояние. Вокруг него сложилось много народных мифов, которые вызывают бурные споры у пользователей социальных сетей и популярных сайтов. Наш коллега Анатолий Головко решил поделиться с телезрителями личным опытом и изучил вопрос, досконально пообщавшись с экспертами. Как снять внутренние блоки и зажимы? Пробудить огненную энергию, которая двигается от ступней к макушке? Я не получал медицинского образования, уж тем более никогда не обучал людей духовным практикам. Поэтому не смогу вам ответить на эти вопросы. Зато я имею богатый личный опыт гвоздестояния. Мой сюжет об этом. Про все остальное расскажут эксперты. Если доверять литературе и научно-популярным источникам в интернете, гвоздестояние – древнеиндийская практика, способная заставить работать организм человека сразу на трех уровнях – физическом, энергетическом и духовном. Как правило, второй и третий пункты этого короткого списка доступны лишь узкому кругу лица, а вот первый прочувствует каждый, вне зависимости от уровня подготовки. Современный мир предлагает любителям острых ощущений простые, компактные инструменты – доски, садху. Купить их можно в специализированных магазинах для йоги или заказать на популярных маркетплейсах. Что из себя представляет доска садху? Это две деревянные платформы, покрытые настоящими острыми гвоздями. А вообще существует несколько вариантов этих досок. Чем шире шаг, тем сложнее устоять на доске. Это конкретный инструмент для пользователей среднего уровня. Люди, сталкивающиеся с доской садху, впервые, как правило, сравнивают экзотическую процедуру со средневековой пыткой и не могут устоять на гвоздях даже несколько секунд, не опираясь на посторонние предметы. Эту гипотезу я проверял на друзьях и близких родственниках. Все без исключения жалуются на невыносимую острую боль. Многие вовсе считают подобные занятия пустой тратой времени. Мой коллега и ведущий программы «События» на телеканале «Самара Гиз» Андрей Горгуленко не побоялся и тоже попробовал встать на гвозди. На самом деле, для неподготовленных человек это очень больно. Встать пока не получилось полностью, но просто хотя бы вот в сидя ноги поставить – довольно-таки приятное ощущение. На самом деле, все проблемы, связанные с ощущениями, кроются в голове. Если объяснить самому себе, что боль не причинит физического вреда организму, время процедуры может ограничиваться только личным желанием практикующего и обстоятельствами, не связанными с гвоздестоянием непосредственно. А само занятие превращается в увлекательное испытание силы воли. Человек, способный пережить физические страдания, неожиданно открывает в себе ранее неведомые способности. Но так ли безвредна процедура гвоздестояния? Кому категорически запрещено стоять на доске, а для кого древний индийский инструмент – ключик к выздоровлению и профилактике духовных и физических страданий? Я решил обратиться за помощью к экспертам, чтобы изучить тему чуть глубже. Практикующий психолог Роман Едавкин считает, что гвозди не панацея от душевных тревог, но и особого вреда человеку не нанесут. Чтобы справиться со стрессом и внутренними терзаниями, необходимо обращаться за помощью к специалисту. Если эту практику потом научиться еще переносить на реальную жизнь и освоить дополнительные инструменты, поработать со своей психикой, избавиться от страхов и прочее, то человека можно смело отправлять в счастливое будущее, где он справится. Эксперт уверяет, что глубоких терапевтических последствий от гвоздестояния нет, следовательно, вреда тоже. Главное – следить за чистотой доски, чтобы при использовании инструмента случайно не поцарапать стопу и не занести инфекцию. В подобной практике, опять же, я повторюсь, это скорее весело, интересно. В случае, если это применяется здоровым человеком с разумными целями, это довольно полезная вещь. Вставать на гвозди или кататься на велосипеде, ходить в спортивный зал или гулять на свежем воздухе – личный выбор каждого. Главное – помнить, что здоровые увлечения, неспособные навредить организму, явно пойдут на пользу. Чтобы чувствовать себя уверенно и не терять вкус жизни, необходимо постоянно стремиться к развитию. Доска Садху – один из инструментов, который способен направить и показать новые яркие пути к счастливому будущему. А смирение и принятие физической боли помогут справиться с бытовыми неурядицами. Анатолий Головко, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Июнь этого года стал самым жарким на планете за все время наблюдений. Рекордно высокие температуры наблюдались на юго-западе Европы. Гораздо выше обычного были температуры в некоторых частях – Канады, США, Мексики, Азии и Восточной Австралии. При этом в западных регионах США, Австралии и России июнь был немного холоднее обычного. Зато в июле синоптики прогнозируют взрыв жары в некоторых регионах страны. Столбики термометров поднимутся до 36 градусов в Самаре, до 37 в Тюмени и Омске и даже до 41 градуса в Оренбурге. Как только в столице региона установилась жаркая погода, жители Самары открыли пляжный сезон. С каким настроением отдыхают горожане, узнали наши корреспонденты. Пляжи Самары официально открылись еще 15 июня, но оставались почти пустыми. Первый месяц лета оказался дождливым, а температура воздуха была ниже климатической нормы. С начала этой недели ситуация изменилась. Горожане потянулись на пляж. Конечно, замечательно. Переживали, что лет такое холодное. Вот, наконец-то, солнце. Хорошая погода и на пляж быстрее. Жители Свердловской области Никита и Анна приехали в Самару тоже за солнцем и теплом. Домой молодые люди уедут с волжским загаром. Тепло, хорошо. Как бы за этим сюда и приехали на самом деле. Отдохнуть, загореть, Волгу посмотреть. Очень жарко по сравнению с климатом, где мы живем. Здесь на порядок жарче. Мы и хотели на Волге покупаться. Конечно, это прекрасно. Загорать и купаться самарцы и гости областной столицы смогут до конца этой недели. Погода в регионе сохранится сухой и жаркой. До конца текущей недели в Самарской области у нас сохранится сухая и жаркая погода, обусловленная влиянием поля повышенного атмосферного давления у поверхности земли. В средней тропосфере у нас будет наблюдаться южный вынос воздушных масс, поэтому температура воздуха в дневные часы с каждым днем будет повышаться. И к концу недели она будет значительно превышать 30-ти градусную отметку, а в отдельных районах превышать и 35-ти градусную даже. Какая погода ждет Самару на следующей неделе, сказать пока нельзя. Синоптики делают прогнозы только на ближайшие три дня. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. И пока одни отдыхают на пляже и спасаются от палящего солнца в Волжской воде, другие охлаждаются традиционной летней окрошкой. Ее готовят на квасе, кефире и даже на минеральной воде. Какой вариант предпочитают самарцы и как приготовить самую вкусную, а главное полезную, выяснила наш корреспондент Ксения Баканова. Я заправляю окрошку квасом, потому что так вкуснее. Бабушка делала и на кефире, и кто делает на минералке, но нам больше нравится так. Я люблю с айраном, потому что такой кисленький. А еще пробовала вкусное с минеральной водой, ну квасом это уже традиционное. Обычно квасом заправляют, но я люблю с кислым молочным продуктом окрошку и с луком. Ну она более утоляет жажду, более пить после нее не хочется. Я люблю заправлять кефиром и минералкой, мне очень нравится, потому что освежает это сочетание. А мне больше нравится с квасом. Еще есть в нашей области, вот в Кенельском районе, квас с хреном. Очень вкусно, вот мы заправляем ей тоже, очень вкусно. Я крошку заправляю сметаной, потому что более яркий вкус, потому что он более липкий, чем майонез. На квасе, кефире или минеральной воде. Блюдо, которое подают исключительно холодным, сейчас на расхват. Летом салаты, щедро заправленные майонезом, теряют свою актуальность. Они слишком тяжело усваиваются, и к тому же в жару могут легко испортиться. А вот прохладный летний суп, как говорится, то, что доктор прописал. История происхождения блюда уходит корнями в далекое прошлое. По одной из версий, первыми готовить окрошку в России стали поволжские бурлаки. Чтобы разнообразить свой привычный рацион, а заодно и освежиться, они смешали сушеную воблу и квас. Позже в блюда стали добавлять и овощи. Состав окрошки зависел от регионов и фантазии. Впрочем, как и сейчас. Узнаем, как приготовить самую вкусную. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Для приготовления блюда понадобится куриное яйцо, свежий огурец, редиска, зелень и отварная говядина. Берем мы мясо обезжиренное, соответственно, потому что у нас заправка холодная, либо квас, минералка, айран, там на ваш выбор. Ингредиенты нарезаем мелким кубиком. Важно, чтобы кусочки были одного размера. Редиску лучше натереть или использовать для украшения. А для того, чтобы нарезать зелень, нужно знать маленький секрет. Берем зеленый лук и обязательно его нужно посолить, немного размять, чтобы он отдал свой сок в окрошку. Аналогично рубим и петрушку. На очереди заправка. Сегодня мы будем расправлять окрошку квасом на черном хлебе, как это делали в Древней Руси. Этот напиток придает блюду сбалансированный вкус кислоты и сладости. А чтобы сделать его более насыщенным, добавляем сметану, сливочный хрен и горчицу, солим, перчим по вкусу и все тщательно перемешиваем. В данном случае я использую кондитерское кольцо для подачи. Готовое блюдо украшаем редиской и микрозеленью. По словам специалистов, во время его приготовления лучше совсем отказаться от колбасы. По утверждению медиков, частое употребление обработанного мяса является фактором риска развития рака кишечника. Если мы будем говорить про мясные продукты, ингредиенты, которые добавляются в окрошку, то тут, конечно же, стоит делать выбор именно на мясо птицы, мясо говядины. Мясо свинины не рекомендуется людям, страдающим ожирением, потому что там очень много насыщенных жиров. Окрошка в основном состоит из овощей, поэтому это блюдо, безусловно, можно считать полезным для организма. Ксения Баканова, Николай Сидоров, Сергей Баскин. События. Самым необходимым для создания семьи россияне считают любовь, отдельное жилье и уровень доходов, позволяющий жить отдельно от родителей. Такие данные показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Его приурочили ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Назывались и другие факторы. Общие взгляды на воспитание детей и роли в семье, профессиональные планы, а также схожий уровень образования и культуры партнеров. На вопрос об идеальной семье 66% опрошенных ответили, что она должна строиться на взаимопонимании, взаимоуважении и заботе. 28% россиян считают, что идеальная семья – это счастливая и дружная семья. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...